Львы, рада вас снова приветствовать на своем канале. С вами вновь Ева Лекцер. И в текущем видео хочу вам предложить терраскоп на мать 2018 года. По традиции у нас с вами будет 6 позиций, которые расскажут вам об общей атмосфере месяца и событиях, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Работать мы сегодня будем с чудесной колодой «Универсальная фантастическая Таро». Но хочу напомнить, что расклад общий, он не является индивидуальным, поэтому, безусловно, проиграется не для всех. Настраивайтесь, пожалуйста, на работу, проговаривайте свое имя, дату рождения и будем смотреть, о чем нам говорят арканы. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Двойка кубков. Это замечательный аркан. Потому что здесь либо для многих идет обретение второй половины, либо в целом для тех, кто состоит в отношениях, это, знаете, интуитивное считывание и понимание партнера. Потому что, вы знаете, как зеркало друг для друга, как отражение себя в другом человеке. Это карта партнерства, это карта союза. Вне зависимости от того, какой у вас контекст взаимоотношений, делового либо личного характера. То есть это карта плодотворного сотрудничества. Особенно для одиноких это будет, знаете, какое-то неожиданное новое знакомство, которое скружит голову, подарит массу благоприятных эмоций. Но и в целом, знаете, как покажет, что, возможно, вы нашли именно того партнера, которого вы искали. Что вас ожидает в сфере работы? В сфере работы падает старший аркан смерть. Но смерть, не бойтесь, это карта трансформации. Возможно, вам следует перейти либо на новую должность, либо в целом на новую работу, либо отказаться от той сферы деятельности, в которой вы работаете на данный момент. Потому что смерть – это карта глобальных, кардинальных перемен. Давайте вот точно ничего именно не будет у вас касаться. Так, то есть это будет сфера деятельности, либо это будет переход на какую-то вышестоящую должность, либо это будет отказ от текущей сферы деятельности. Так, а здесь у нас падает колесница. Ну, к смерти колесница – это, знаете, как я говорю, верх по карьерной лестнице, то есть это благоприятное развитие событий. Потому что здесь это резкий рывок, резкий скачок. Это, ну, карта взаимодействия. Для многих это может быть сопряжено еще с переездом. Например, если вы переезжаете, то, безусловно, да, вы увольняетесь с одной работы, переезжаете, устраиваетесь на другую. Это какой-то вот вынужденный отказ от того, что вы на данный момент уже достигли. Если же все-таки у вас текущая работа, то это, безусловно, карта карьерного роста. Если вы были безработны, то вот вам движение вперед. То есть обретение работы, либо должности, либо в целом развитие своего хобби, которое даст вам какую-то перспективу роста, перспективу заработка. Что вас ожидает в финансовом плане? В финансовом плане у вас падает старший аркан силы. Ну, тут, смотрите, тут все бьет ключом. Месяц уже по этим арканам, вне зависимости от того, что там будет продвигаться далее, уже позитивный. Сила – это карта прибыли, карта достатка, карта увеличения доходов. Это в целом рост благополучия, как и финансового, так и социального. Потому что, ну, здесь что-то еще можно желать. При помощи ваших усилий, ваших деловых качеств, вы, скажем так, ну, обретаете какую-то вот вершину успеха. Для многих, особенно для девушек, это еще может проиграться, как, знаете, ну, покорить какого-то мужчину, да, укротить, в частности, не лев, тот дракон, но, тем не менее, получать какие-то, скажем так, дотации, либо финансовую поддержку со стороны вашего мужчины. Что вас ожидает в сфере здоровья? В сфере здоровья у вас падает королева кубков. Ну, это вообще, месяц, я говорю, просто потрясающий. Для многих, королева кубков, кстати, еще очень часто проигрывается, как карта, особенно если вы планировали, известие о зачатии, известие о беременности. Потому что здесь это как сигнификатор того, что вы вынашиваете ребенка. Если же вы ребенка не планировали, да, то здесь еще может проиграться просто как склонность к отекам, либо какая-то одупловатость. Королева кубков, то есть обратите внимание на все, что связано с отеками, примите какие-то меры, потому что здесь, ну, это может вас просто-напросто беспокоить, да, создать вам какую-то зону дискомфорта. Что вас ожидает в плане личной жизни? Перевернутая императрица. Так, а вот здесь это может проиграться, смотрите, для вас как какая-то неожиданная беременность, для тех, кто не планировал. Если же просто брать аркан с позиции отношений, здесь может идти отсечение соперницы, для тех, у кого была ситуация любовного треугольника. Если же вы состоите в паре, здесь может быть отсечение третьих лиц, которые вмешивались в ваши взаимоотношения, имеется в виду мама или родственники. Скажем так, для свободных партнерш, мы сейчас данный аспект уточним. Так, карта выпала сама, причем выпала она не одна. Вот как выпала, так и будем трактовать. Перевернутый суд, Перевернутая семерка жезлов и пятерка мечей. Значит, смотрите, как здесь проигрывается. Ситуация может проиграться в нескольких аспектах. Во-первых, здесь может быть для одних отыграться, как развод, ситуация разрыва отношений, вы будете выступать в роли бывшей супруги, но у вас тут такой момент, у вас здесь будет новое партнерство, и именно это послужит причиной развода. Причем такого достаточно острого на ножах и болезненного с выяснением взаимоотношений. Это первая ситуация. Ну и для вторых, это знаете, как отсечь соперницу, которая была супругой. То есть тоже остро, с какими-то скандалами, выяснениями взаимоотношений, но здесь, знаете, как отстать своей позиции, быть на коне. Так, и в целом, что вам советуют карты? Давайте посмотрим. Ну вот честно, в месяц у вас просто такого можно только пожелать всем остальным. Тройка жезлов. Карта переезда. Вот видите, здесь как бы он движется, правда, по воздуху. Карта новых горизонтов, возможностей. Опять же, здесь тоже может идти речь о беременности. Поэтому для тех, кто желал каких-то новых перспектив, они вот у вас уже в мае месяце. То есть для львов это месяц, ну просто я бы пускала месяц праздник. Буду искренне рада, если он у вас так и проиграется. Как говорит Аркан с позиции совета, хватайтесь за новые возможности. Реализуйте их в полной мере, в полном объеме. Потому что ситуация на данный момент вам сейчас полностью в этом благоволит. Поэтому не упустите своего шанса. Вот такой вот замечательный месяц выйдет у львов. Давайте, пожалуйста, со временем обратную связь, как у вас ситуация проигрывается или не проигрывается. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Но для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, мои контакты вы сможете найти по ссылке под этим видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Продолжение следует...